Маккаро 3 пункта, Дени Илованов 2 пункта, Ян Клотовский 1 пункт, Лукаш Валерьник 0 пункт. Комитали и уже всем нам влюбившийся вторая дорожка, шелтый нашлипник Макс Ян. Он снова проникывает, фраирует стартовый крывок и тут же пытается связывать, решить все вопросы. Но не тут-то было. А Кжекуш Гнад в флоте вроде бы попытался, попытался сдержать этот татис. Нет, Ян Фа удержать очень сложно, очень сложно. Макс Ян вернулся к победе в Казаэзи. Жеку Жакрап пытается навязать его борьбу, он входит в ворот, все было вроде бы ровненько, но далее Яв улетает, как на крыльях. Одновидная дистанция заезда уже позади, третьим следует напарник Массо Яв в одном метане. Но и с обыкающим по дистанции пробегается самый юный из участников соревнований 1991 года, рождение Михау Жакрап, племянник Жеку Жакрапа. Ну что, дорогие друзья, заключительный поворот дистанции, и мы в очередной раз аплодируем победителю, гонщику из пенальтии, ваши аплодисменты, Массо Яв! Итак, Массо Яв вновь победная тройка, победная тройка в победу сборных премянников. Его напарник Дубин Таре зарабатывает один балл, и что-то третьим. Ну а для сборной Польши дядя Джегош Кнад зарабатывает два балла, но и, к сожалению, племянник Джегоша Михал Кнад, юный спортсмен, без очков и баллов, остается стол с дистанцией. 4-2 в пользу сборной Финляндии.